приветствую в общем все на youtube прямые эфиры выходить не могу так что коротенькое видео я сейчас на даче у меня насморк ну скоро все пройдет я специально тут у нас из сосны тут очень сейчас тепло жарко прям так погрета я даже и дверь у меня закрылась не ее не открываю в общем сейчас как физиолечение будет буду дышать этим всем речь пойдет сейчас про измены быстренько скажу что происходит с мужчиной и женщиной с любовницей во время измен и вот сразу сейчас скажу хочу сказать вот чтобы не было скандалов недопонимание лучше вообще всегда мужчина чтобы он сказал в общем сам честно признался что вот так и так за тобой выбор но я вообще говорю это не просто допустим может быть он сам женат и он еще любовницу себе выбирает там я не знаю или еще думает в общем его там женить хотят на кому-то либо он там вообще жениться сам никогда не хочет либо женщину не видит пока виде жены только виде любовницы потому что я же вам говорила в год год полтора предложения не поступила никогда он на вас не женится вот просто никогда поверьте мне итак что происходит если в семье такое произошло что я как считаю что если есть измена значит мужчине был предложен такой знаете как без чертенок соблазн и вот он пошел или не пошел на это я здесь только рассматриваю ситуацию когда половой сфере в отношениях у людей все хорошо просто вот говорят седина в голову там без в ребро ну и не обязательно ну или вообще очень любвеобильный мужчина такой что происходит значит мужчина будет терять физическое свое здоровье мужское но будет приобретать энергию он может обогатить ну такой знаете богатый очень стать так утром обогатиться потому что от любовницы а то и от жены все равно же он получат он получает через секс женщина его наполняет он получает энергию соответственно он может заработать денег что происходит с женой у жены вот скорее всего в ауре вот этой семейной все равно вот значит два соединялись тут третий появился сами понимаем что тут могут и физические болезни возникнуть да какие-то заразные ну и на психологическом таком духовном плане тоже тем более если женщина знает но боится сказать или догадывается в общем или что-то там сексуальном плане тоже в общем чаще всего любовница появилась значит к женщине муж уже может не подходит но может и подходит если он очень любвеобильный вот например возьмем там есть такие страны где несколько жен может быть тут как рассматривать жена любовницы или как там какая-нибудь там восточная жена русская жена там или что несколько восточных в общем здесь я не буду вообще в эту тему влазить скажу одно что ну то есть хочу короткое видео снять что женщина будет все равно в этой ситуации и болеть все равно и любовница будет болеть она будет стареть она будет особенность мужчина старше она будет отдавать свою энергию но обогатиться я думаю дай бог если любовник богатый да если ума хватит она обогатиться потому что-то приобретет себе какое-то недвижимость жилье но хочу тут еще что сказать вот в принципе после измены вот когда это все время происходит в семье я не верю что лад какой-то вернется в семью может единожды если произошло я вот не знаю ну это не верю потому что вот чтобы не было как бы женщины вот я наблюдаю таких женщин которые вот живут они под типа там какие-нибудь косметологи психологи такие коучи но они замужем за вот мужчиной который их обеспечивает в общем то это вот как говорится сейчас вам покажу ему это источник дохода на вот и получается что женщина терпит она по-хитрому тоже терпит для того чтобы что не работать вот те у кого нет богатых мужей как я ведь любовников они идут и работают они болеют идут и работают отлежаться и пойдут работать а эти женщины я вот даже иногда так смотрю со стороны думаю ну может быть от счастья не умнее нас и хитрее я вот не знаю то есть выбор за ними что я вот кстати смотрю на некоторых или в любовницах или у них муж так вот их обеспечивает они живут то молодо выглядит довольно таки долго то есть у меня вот тоже тут вопрос ну вообще-то как бы значит там к чему хотела мысли такую привести то есть эта женщина все равно всегда состоянии стресса то есть у нее вот по-любому пусть с начнется с духовного вот это вот с ее души и даст психики и и вот может потом перерастет кстати и физиологию ну не обязательно наверно но чаще всего это просто женщины которые видимо очень любят я так думаю и сами себе психологи что ли сами себя могут психотерапевты неврологи сами себя могут успокоить тем что ну а что ты хотела как бы либо вот так терпеть либо работать пойти ну вот так наверное то есть нет сейчас таких распространен на профессии много чтобы прямо женщина она прямо такая как бабочка порхала на работе такая и такой общем но нет такой работы на всех такой работы не хватает на начальницами быть у нас вообще мужчина в основном начальниц начальники в общем выбор за вами но я считаю так вот каждый должен поговорить и прямо признаться вот какие роли вот жена любовница муж какие кто роли выполняет кто для чего нужен женщине кстати вот есть такой жене наверное сказать что я тебя никогда не брошу мужчина в основном кстати семьи не уходят любовницы вы не думаете что к вам все равно не уйдут от вас энергии возьмут грязь вас как говорится оставят вот приобретут получается женщины жены тоже за счет ваши ваши энергии будут матери материальный рост будет ну что хочу сказать а вообще-то говорю лучше бы просто вот я даже так возвращаясь вот к многим предыдущим таким вот историям своим не своим и чужим и всегда губит то что люди не разговаривают если не четко не определяют кто для как кто для кого кто-то для кого какую роль играет здесь вообще как бы игра но вот если бы была вот эта вот честность ну вот если в моей жизни я вот некоторых ситуациях так вот думаю была бы честность может быть что-то как-то могло быть и по-другому я вообще такой человек если даже муж где-то врет я все равно догадаюсь и мне будет просто как сказать ну он просто получит за это энергию очень мощную то есть мне лучше не врать вот сказать просто четко прямо так что вот к чему приводят измены если вот все разобрать я говорю больше то причина предательстве и причина вот даже самое то главное женщина почему она вот допустим есть любовница она не уверена потому что мужчина взял и бросил у нее ничего не осталось так что девочки еще раз говорю болеем но пашем работаем работаем еще раз работаем пока на пенсию не заработаем но и какой-то бизнес свой развиваем я кстати сейчас буду придумывать прямо название бренда муж мне вот вроде посоветовал моих вязаных сумок ну там добавится еще может еще коврики корзинки вот даже потихонечку идут сейчас хочу новые модели придумать и все таки чтобы у меня было на самом деле название своего бренда ну и дальше там визитки бирки дальше тела пойдут говорится и уже и п оформлять это вроде не так и сложно единственное мне все говорят иди вроде на вал берез начинаю продавать не знаю в общем подумаю там тоже вход сколько что как стоит не знаю все видео такое длинное записывал сейчас посмотрю загружу его или нет